Как-то я давненько не делал видео об актуальных комиксах. Подумал, а что рассматривать, понять о ними. Вспомнил о премии Айснер, откнул пальцем в одного из номинантов с весьма говорящим названием «Что-то убивает детей». Увидел знакомое имя автора и в целом приемлемый в визуальной стиле. Приветствую на канале, это Тим. Комикс не то, чтобы какой-то удивительный. Понятно, почему его номинировали на премию и понятно, почему он не победил. Хотя первый выпуск победителя показался мне... Ага, ладно, о нём. В следующий раз. Итак, Something is Kidding the Children, это серия, стартовавшая в прошлом году. По идее, мини-серия из пяти выпусков, но читателям так зашло, что решили сделать серию побольше. Что определенно вызывает некоторые проблемы, ибо первые выпуски подобное не предполагали. Не создали соответствующую почву, но благо далее ситуация исправилась. Автор Джеймс Тимон IV, я обозревал от него лишь Костика, да да, того самого, который начал открыто встречаться с большим чёрным мужчиной. Серия была пусть и небольшой, но несколько спорной. Тут, к удивлению, пока никакой повесточки нет. Хотя автор в других комиксах иногда этим грешит, ввиду... Ага, ладно. А арт-вертера Дерри Дера, надеюсь, без ошибок, неплох, приятен, в целом не отвлекает от истории, но и не особо выдается. Хотя сочная картинка, особенно когда появляется монстр, радует. Кто заслуга скорее колориста, но не суть. Автор рисует мир широкими мазками, он наш, но в нём есть разнообразные монстры, которых видят дети, но не могут видеть взрослые. Это не какие-то известные существа, а те самые бесформенные монстры с большой буквы и страшилок у костра, безымянные и воплощающие в себе страх первобытного человека перед всепоглощающей ночью. Существует некий дом слоттеров, агенты которого носят стильные маски и занимаются скорее не уничтожением монстров, а сокрытием их существования от людей. Да, чудовища тоже убивают, но скорее чтобы мир не распался на части, ибо если кто-то узнает, столько шума будет. Это обычные люди, возможно у кого-то есть необычные способности, но пока ничего точно неизвестно. Как минимум, убийцы могут заточать монстров в милые игрушки и использовать их. Ну и разумеется, вполне логичной будет сюжетная арка, в которой эти монстры вырвутся на свободу. И самый страшный монстр будет в игрушке главы организации, это поставит под угрозу самосуществования человечества, или что-то в этом духе. Взрослые могут увидеть монстров после некоторых модификаций. Например, один недалекий персонаж получил эту возможность после того, как главная героиня ткнула его древним кинжалом в висок. Она, само собой бунтарка и не такая как все, не принадлежит к дому слоттеров, классически спасенная маленькая девочка, решившая убивать монстров, коль скоро монстры убили ее семью. К слову, монстр сделавший это и заточен в ее игрушке. И учитывая, что он манипулировал парнем, который был единственным свидетелем резни подростков и первым подозреваемым, у этих монстров в игрушках нет добрых намерений. Как и у дома слоттеров, ибо они легко и просто могут жертвовать человеческими жизнями напрямую убивать, ради сокрытия информации. Однако главной героине пока приказано не уничтожить, а лишь доставить на ковер к главному. Возможно, вообще кажется, что монстры создаются ими, дабы манипулировать сильными мира сего. Мол, смотрите, вы нас поддерживаете, а мы сдерживаем монстров и не даем информации распространиться. Хотя, боюсь, это слишком сложно сушить для Тиньона. И беда в том, что история в первых номерах слишком широкие мазки. Потому пять выпусков, задуманных изначально, были бы идеальны. А теперь-то бы в достаточном мере раскрыть мир и персонажей понадобится выпусков 30, а то и больше. Например, куратор главной героини появляется и тут же погибает, сливаясь довольно легко и просто. Да, он тренировался, но в поле никогда не работал и казалось бы, раскройте персонажа, покажите его. А, ну нет. Вот он вроде как мудак, пытающийся убить случайного свидетеля, а вот уже уходит достойной смертью. Свидетель, к слову, боже, боже. Настолько уверен, что выживший парень помогает главной героине, которая только-только прибыла в город. Убивает детей, что даже стреляет в него по глупости, по ошибке. Но Эрике он намредить точно хотел. Конечно, можно сказать, что персонаж просто типичный деболом, которого, помимо прочего, сломило исчезновение сестры. Но все равно, как-то сомнительно. Бесьма интересно, каким образом монстр, заточенный в куклу, обладает интеллектом. Ибо убийца семьи Эрики тот же вид, что и устроивший резню в городе. Но дух гуманоидный, он более развит или это преимущество обращения в куклу? Интересно. В целом, у истории есть потенциал. Еще пара выпусков на завершение этой арки, плюс еще парочка с финальной зарубой против мега мерзкого монстра. И все. Ну или главы организации. Но также можно все переиграть, указав на то, что монстры не особо монстры, а вообще люди виноваты. Или, как я говорил, то дело рук самого дома Слоттеров. Вариантов много. Может комикс дотянет до уровня лучших временах, а конслэш Тиньон все-таки не бесталанный. Так или иначе. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и патреон. Спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok